С начала пандемии в Орловской области банки изменили условия кредитных договоров для 6800 ее жителей. Почти 800 таких фактов случилось только в первом полугодии 2021. Другие нюансы этого финансового процесса раскроет наш экономический обозреватель Анастасия Гришина. Привет, Настя. В какую сумму оцениваются реструктурированные долги орловчан? Олег, привет. Общая сумма превысила 2 миллиарда рублей. И процесс этот продолжает набирать обороты. По информации Банка России, для предпринимателей пересмотрены условия 415 кредитных договоров на сумму почти 2,4 миллиарда рублей. Банк России рекомендовал кредиторам продолжить реструктуризацию кредитов и займов для граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства до 1 октября 2021 года. Реструктуризация не окажет негативного влияния на кредитную историю заемщика. Соответствующие рекомендации даны кредиторам и Бюро кредитных историй. В регионе подведены итоги конкурсного отбора на предоставление гранта «Агростартап» в 2021 году на реализацию проектов в аграрном секторе. Проводился он департаментом сельского хозяйства Орловской области. В этом году гранты «Агростартап» получат 9 фермеров, выделяемые им средством, предназначенные на развитие проектов фермерства и сельской кооперации. В 2019 и 2020 в рамках проекта «Агростартап» гранты на общую сумму почти в 41 миллион рублей получили 15 начинающих фермеров. По итогам первой половины 2021 года резиденты Тассером Ценск продолжают развитие и реализацию инвестиционных проектов. А некоторые из них уже запустили производство и набрали необходимое количество сотрудников. Так, компания «Вест-Эйдж» направила 15 миллионов рублей на развитие проекта «Платформа самозанятости». Предприятием было создано 223 новых рабочих места. ООО «Завод профессионального оборудования» планирует инвестировать в свое развитие в этом году еще 63 миллиона рублей. Всего за два года функционирования Тассером Ценск в правительстве в Морловской области привлечено в качестве его резидентов было 13 субъектов малого и среднего предпринимательства. И ими уже инвестировано в экономику региона более 3 миллиардов и 100 миллионов рублей. А также создано 1428 новых рабочих мест. Экспорт продукции АПК региона за первое полугодие 2021 года оценивается примерно в 57 миллионов и 800 тысяч долларов США. Это больше, чем годом ранее на 33%. Объем экспорта масло-жировой продукции увеличился на 43%, что в денежном эквиваленте на 8,5 миллионов долларов США больше первого полугодия 2020-го. Экспорт мясной продукции увеличился в 25 раз и составил 1 миллион долларов. В 2021 году зерновых у региона закуплено на 17 миллионов долларов. Сегодня продукция АПК региона поставляется в 30 стран мира в 2021 году. Новыми странами-экспортерами стали Республика Гондурас, Монголия, Государство Палестина и Социалистическая Республика Вьетнам.